«Нам, казахам, ни войны, ни терроризм не нужны. Мы сами себя уничтожим на дорогах». Такое заявление сделал глава транспортной компании Жулауши Рахам Танинбергенов. По его словам, в каждой из четырех аварий, произошедших на Ташкентской трассе, виноваты водители. «Они предоставлены сами себе. Для них главное – деньги, быстрее довезти пассажиров, разгрузиться и, посадив новых, лететь обратно. Никто их не контролирует». Организовать грамотные перевозки можно, но для этого потребуется, во-первых, сломать стереотипы водителей, а во-вторых, очень много денег. И если с первым справиться достаточно легко, второе – необходимость. И как бы ни было сложно, средства нужно найти, чтобы потом не выплачивать миллионные компенсации семьям погибших. «Это система GPS-навигации. Достаточно открыть любой автобус, который сейчас едет по маршруту. Видите, он сейчас едет по направлению к Шимкенту на скорости 90 км в час. Если мы видим, что водитель превысил скорость, мы передаем сигнал полицейским, который уже в Шимкенте просто забирает его путевой лист. А это значит, что больше выйти в этот день в рейс он не сможет. Каждый наш водитель по прибытию на место обязательно отдыхает необходимое количество времени и только после этого снова в дорогу». «Система навигации обошлась предприятию в 2 миллиона тенге. Еще один важный момент – каждый автобус, выходящий в рейс и вернувшийся обратно, проходит техинспекцию. Это необходимо, потому что в дороге возможно всякое». «Автобусы компании «Жулауше» мы обслуживаем по договорам. Каждая машина проходит полный техосмотр два раза в день. Мы проверяем состояние ходовой части, тормозной системы, топливного бака. В общем, полный технический осмотр». «Каждый водитель проходит обязательный медицинский осмотр. Не допускаются на рейс даже те, кто позволил себе с утра стакан колы. Алкотестер нового поколения таких водителей бракует сразу. Насколько оправданы миллионные траты на GPS, алкотестер и многое другое, говорит за себя статистика. За несколько лет в компании не произошло ни одного ДТП.